День добрый, други мои. Продолжаем катать Евротрак Симулятор 2 версии 1.45. С вами Олег Драйвер, давай в дорогу. Что у нас сегодня происходит и где я нахожусь? Нахожусь на карте Суровая Россия, Забайкаль, редакция первая. И передо мной тот самый подъем на который я на Камазе Нео не смог подняться с тракторами общей массы 46 копейками тонн. Два трактора, помните, я вез. Посмотрите предыдущую серию в плависте о Суровке. Не смог подняться. Сейчас покажу карту, где я нахожусь. Вот это самое место. Так, Лзамай. Вот этот самый мать его. Этот самый объезд. Так, что я сделал? Взял Scania 730. Взял тяжелый груз 54 тонны. Вот он, вес 54 тонны. Хороший такой груз. Понятное дело, что это дефолтная Scania и она полноприводная. Она имеет четыре оси. Ну, так-то в обычном варианте игры Евротрак это Scania 8 на 4. А здесь, сейчас я покажу, если кто не знаком, скажем, с этой картой и не знает, что вообще тут представляет, что представляет из себя дефолтные автомобили. Вот беру, скажем, допустим, вот ту же самую Scania. Ну, вот, или эту, или эту. Ну, вот эту, да. Вот, которую я взял. И, значит, смотрим по шасси. Вот шасси 8 на 4. То есть, 8 колес как бы 4 ведущих, да. А здесь, угоба, вот как написано. Количество осей 4. Ведущих осей 4. То есть, если мы, то есть, эта машина полноприводная. Если, скажем, берем вот эту машину, любой вот с подъемной осью она будет, да. Вот эту берем скамейку. Так, смотрим шасси. Количество осей 3. Ведущих осей 3. То есть, эта машина и с подъемной осью она тоже полноприводная. Все грузовики здесь угодны. Любую машину, которую вы не возьмете. Дефолтная, я имею ввиду, не модовый какой-то там трак. Эта вся техника будет полноприводная. Теперь, раз у нас есть 730 лошадиных сил. Здоровая такая дура. И номер SR в Суровой России. Крутяк. Ах, красота. Теперь давайте попробуем в качестве эксперимента. Эту машину я себе не оставлю. Я не буду доставлять этот груз. У меня вообще другие планы. Другой трак у меня будет Европеец. Тоже полноприводная. Я просто хотел вам показать, сможет ли. Я еще сам не знаю. Вот вместе с вами сейчас попробую. Эти 54 тонны вообще 8 на 8 подымет, нет? Или легко ли это будет? Так, поехали. Ах, подвесочка-то какая. Ох, как ты ж смотреть-то ее, да? Так, ну просто на первой дачу переключаться не буду. Пока первую передачку и оставим. Сейчас мы вместе с вами посмотрим. Пока блокировок нету. Просто без блокировок. На полном приводе, разумеется. 8 на 8. Вот это чудовище, а? Сейчас просто... Я просто, как говорите, экспериментом. Мне само интересно, я вообще смогу не заехать вот на таком траке. Если я заеду легко, то и груза посерьезнее. А здесь бывают груза и там по 50. Ну это и так 54 тонны, да? И по 60, и по 70 тонн. Здоровая такая, огроменная емкость такая, да? Ох, как ее, смотри-то, а? Мягонькая подвесочка такая. Ты еще смотри, а? Ну, ровно на первой передачке идем и смотрим. Осилит, не осилит. Мощи, я думаю, должно хватить. Да, должно, е-мое, че-то. Если вообще без проблем зайдем, значит и есть шанс, что... Так, ага, пошла пробуксовка. Блокировку, о. Ни хрена мост оторвал вообще. Ты смотри. Ха-ха-ха, сука. Блядь. Я мост оторвал. Ха-ха-ха, сука. Надо скрин обязательно сделать. Да наш, блядь, идет. Ха-ха-ха. Ну, Серега, а? Не, ну да, моща есть. Идем легко. Даже еще ускориться можем. То есть, а есть шанс такой машинной даже 70 тонн увезти. Твою дивизию. Божечка ты мой, а? Так, ну что? Ну что, друзья, эксперимент прошел успешно. Ну вот, чтобы так машину задирало. Я такого еще никогда не видал, да. Так, ну, что называется, дэвытыся. Да дэвытыся, дэроверата. Так, ну что, друзья, теперь маленькая срезочка, и мы окажемся с другим траком, да в тех же местах. Ну что же, вот он, вот он красавчик. Вот, вот что я хотел взять. Вот этот вот красавчик. Ман ТГА. Так сказать, самый настоящий Heavy Duty. Передний бампер, не та труба, которая под ним, а вот этот бампер, это полностью металл. Полноприводный тягач. Полноприводный седельный тягач. 4х4. Вот в такой комплектации, со средней кабиной. В таком мановском стиле, с мановскими полосками. Красавчик. Красавчик. 660 лошадиных сил. Тут, как всегда, есть мой холодильчик. Так, и 16-ступенчатая коробка ZF. У меня вроде как уже должен быть груз выбранный. Я вроде бы выбирал. Так, сейчас подожди, давай просто продублирую. Продублирую. Да, 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 есть груз. 15 тонн. Мы едем сюда, дальше на запад, в сторону Красноярска. Груз такой, ну не так далеко ехать, но в одну серию 100% я не уложусь. Так, ну, сейчас не стоит какая-то цель у меня какие-то рекорды побить, какие-то супертяжелые груза. Вот то, что было из этого населенного пункта Алзамая, то, что было отсюда, в эту сторону, я и взял. Большинство грузов идут на восток. Разные там по цене, разные по весу. И магнитовские груза есть, и цемент всякий там. Там много хлох снын. И пустые бочки есть, все что угодно. Так, но сюда, в эту сторону грузов категорически мало. Бывают, если какие-то пустые прицепы, мне от них интереса вообще никакого. Вот повезем 15 тонн, чисто легкая прогулка. Никаких негабаритов. Ох, как. Так, и ближний. Ох, как же он красиво-то светится весь, а. Так, наверное, надо чуть-чуть подожди-ка. Вот чуть-чуть маленько присесть надо, да? Я думаю, так нормально будет. Так, по зеркалам все четенько. По зеркалам все отлично. У меня холодильник есть, жрачки забил. Сколько на этом траке я поезжу, я пока не знаю. Вы пишите, зашел он вам, не зашел. Понравится, не понравится. Если вы категорически против, там, да, ешк раз, да, ешк раз. Гони вонь. Гони вонь, вонь, вонь гони, да? Так, ага. Дальний выключаем. Гони вон отсюда эту Европу, да? Так, ну что, друзья? Давай, поехали. Есть работа. Так, а что у нас тут? Ишь ты, Икарус. Бачки. Икарус туристический. Красавец какой. Ага. Да, у этот, походу... Бляха-муха. У него, походу, вот ручка, да? У него, походу, это дверь-то механическая. Странно, а где задняя дверь? Что-то как-то нарисовали непонятно. Так, ладно. Посмотрим, как этот MAN себя покажет. Все бы ничего, но у этих дефолтных грузовиков, вот по примеру Scania, который вы сейчас видели. Очень мягкая подвеска. Ну, Сергей, как сказал, типа, у них вся подвеска раздолбанная. Ну... Ну, раздолбанная, значит, ее можно отремонтировать, насколько я полагаю. Но здесь такого нет, хоть ты заремонтируйся. Подвеска такая и будет раздолбанная. Такая она и будет. Так, ну, на этом с 15 тоннами, на этом MAN TGA. Я уверен, что вообще без проблем пройду этот подъем. Что-то у вас тут развал какой-то. Нифига себе. Этот самый коварный подъем. Тем более, что по габариту это обычный груз. Да, ох, явище-то твою дивизию. Вот это да. Так. Где у нас... Так, подожди, а у нас... Перевозчик-то кто? Мы вообще куда едем-то? Ага, магнит-перевозчик. Класс. Классно, классно. Магнит. Так, вот что-то где-то слева он, походу, должен быть. Магнит занимается перевозкой тяжелого транспорта. Вообще супер. Ну, ладно. Так, что-то тут техники столько прям. Я так посмотрел, ни одного сколь-нибудь нормального мотельчика тут и нет нахрен. Так, вот магнитовский прицеп стоит этот. Ну и че? Еще какой-то магнит, что ли, есть? Так. Я что-то понять ничего не могу. Может, может, я здесь зарегаюсь, а прицеп будет вообще хрен знает где. Может быть и такое. А может прицеп вообще быть за этим, за зданием, за магнитом. Надо там стоять. Серега запросто может упрятать туда всю эту красоту. Так. Смотрим. А, нет. Не, не а то. Так. А, еще, вот, еще дальше магнит. Из-за этой, блин, из-за цем-завода не было видно. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Дальше. Дальше, получается, там где-то за перекрестоком. За перекрестком. Че в такой деревне шарахнулись? Вот че, блин, да такие тачки тут крутятские-то ездят-то? А, нифига тут машины-то не абы какие. Вопреки общей мысли, что тут все, что дальше Свердловска катается исключительно. Ага, вот. Так, тришечка, вот он, 15 тонны, да. Все, что дальше Свердловска исключительно ездит на праворуких. И здесь дохренища. Так. Так, дохренища нормальных, дорогих европейских тачек. Так, ага. 15 тонн. Ну, у нас машина красная. Нам бы, конечно, по фэншуй бы красный прицепчик, наверное, взяли, да? Так, вот. Я че-то понять не могу. Вот этот трехвостный прицеп. Так. Ага. И у нее такие исходные, да? Так, ну ладно. Так, давай сразу вот отсюда посмотрим. Угу. Ну, мало того, что и вес такой же, но этот более длиннобазный. И низкое брюхо нам никакую хорошую службу не сыграет. Ну, вот есть такой низкий, да. Был какой-то высокий, скажем, трактор. Да, тогда есть смысл вот такой короткий прицеп взять на 15 тонн, как раз на две оси. Я вообще смысла не вижу. Зачем, допустим, давать выбор мне, как пользователю, вот такой прицеп. Да вы когда видели, чтобы на таких прицепах тяжеленных, да, вот и рассчитанных, там, скажем, под полсотни тонн, там, под 40 тонн, да? У него четыре оси. На кой хер на нем возить 15 тонн, да? Нет, я, конечно, понимаю, могут и контейнер весом 5 тонн всего лишь сюда, там, допустим, двадцатку, двадцатифутовый контейнер, что-то как раз войдет, да? Могут его поставить. Я понимаю, да, но эта игра здесь какая-то целесообразная должна быть, а не глупость какая-то. Ну, вот эти еще, вот эти двухосные, это еще нормально. А этот раздвинутый вообще капец. Мало того, его еще раздвинули. Вот представь такую херобору. Я бы там белаза бы какого-нибудь в передоле, либо сюда. Так, мне сюда, по моим условиям, как раз подходит вот любой из этих прицепов. Вот зачем их столько здесь вот? Они одинаковые. Может быть, они вот четырехосные, да? Тоже нахрен на 15 тонн, он вообще не нужен. Тоже четырехосный, четырехосный. Этот раздвинутый, четырехосный уже. Зачем? Нифига, вот. Не вижу никакого смысла. Есть вот такой. Сейчас посмотрим, да? Да, вот он стоит, красный. Нормальный прицеп, как прицеп. На трех осях этого вполне достаточно. Так, подтвердить. Забираем. Взяться за работу, да? 15 тонн. Ехать-то вообще, как бы, недалеко. Так, где мы? Ага. Сейчас аккуратненько. Здесь движухи вообще никакой нету. Но сейчас спокойненько. Выруляем. Ну, все-таки лучше посмотреть. Так, вроде у меня подключена продвинутая симуляция сцепки. Отлично. Хорошо. Ну, пойдем посмотрим, что да как. Сейчас мы все проверим. О, красавчик какой, да? Я, когда брал этого мана, я вот это верхнее крыло убрал. Потому что, когда ты ставишь обычный прицеп, скажем, хоть штору, хоть бортовой какой-то обычный такой, да? Хоть рев. Где-то на перегибах. Некрасиво получается. Текстура самого прицепа попадает на текстуру крыла. И как бы крыло вдавливается визуально, как будто бы в сам прицеп. Ну, это ненормально, да? И реально, кстати, по жизни, многие дальнобойщики убирают вот это крыло. А у кого оно не убрано, и кто ходит вот с обычными полуприцепами, 13-метровыми, у них это крыло либо треснуто, поцарапано. И вообще очень легко его сломать и оторвать. Так, сейчас мы тут все проверим. Все вокруг обойдем. Так, вот эта морда здоровая, металлическая такая. Что тут с номерами какой-то, косячочек такой, да? Непонятно. Еще нельзя хоть раз и навсегда, блядь, сделать уже в этой игре нормальные номера, а? Так, бачки. Подсоляло. Ступица, а? Ступица, да, к ступице. Так, это полностью дефолт у нас прицепчик, походу. Так, все, кабель поддерживается. Продвинутая симуляция поддерживается. Так, ну, понятно, как всегда. По правилам перевозки, вот эту вилку надо либо цепью, либо хотя бы с трапом, надо ее придерживать. Понятно дело, она никуда не воскачет, но полагается. Вот цепочку отсюда я бы кинул. И вот сюда, и на ту сторону. Обязательно стянул бы. Ну, здесь цепей тоже нету. А, нет, есть. Есть. Так, вообще-то, если эта цепь сюда, значит, следующая цепь должна быть обратно натянута. А-образно. Так, ага, ну, правильно, вообще-то, в принципе, правильно. Но передняя часть, получается, полностью свободно себя может вести. Еще бы одну цепочку сюда, и этого было бы вполне достаточно. Но чтобы не съехал передний мост, да, и сюда цепь надо. И сюда бы еще тягу такую. Было бы нормально цепями так утянуть. Вот эту цепочку я бы сделал. Вот если бы я перевозил бы, как бы я сделал эту цепь правильно, с оттяжкой назад. Вот эту цепь сюда я бы прямо зацепил на эту сторону и на ту. А спереди цепочку я кинул бы, зацепил бы за передний мост. Вот, просто бы перекинул бы, зацепил. И, ну, допустим, может быть сюда. Тут, получается, вон, как тут колесо. И что, из-за колеса отсюда сюда, а тут туда. Все нормальненько, все, оно будет хорошо. И здесь цепочку кинул бы обязательно сюда и на ту сторону. Обязательно бы закрепил. Так, у нас все-таки есть легкий негабарит. Ну, чуть-чуть, я думаю, надо будет, наверное, маяк все равно включить, да? Как думаете? Рогульки. Рогульки светятся, горят. И чем дальше дома, тем ярче. О, работает. Так, эти оси поворотные или не поворотные? Давай, сейчас мы будем отъезжать и посмотрим. Будем отъезжать и посмотрим. Да, вот эти вот, блин, иконки, вот эти зеленые, они вот всю-всю симуляторность игры, сука, убивают. Так, теперь еще раз уточнение кое-какие по грузу. Так, сегодня у нас что? Сегодня воскресенье. Так, 346 километров нам ехать. Так, а нас ждут в понедельник во второй половине дня. То есть у нас вообще два рабочих полноценных дня. Но я не знаю, что здесь за дорога. И очень даже может быть, что я потрачу эти два рабочих дня на преодоление 346 километров. Так, груз у нас 15,5 тонн, 15,4 тонн. Ну что? Ну что, друг мой сердешный? Так, время у нас... Что, седьмой час, что ли? Воскресенье, седьмой час. Люди нормальные отсыпаются. А нам нет, нам на работу. Начало седьмого, воскресенье. Ой, батюшка Света, а? Ну, с Богом, что ли, поехали, давай. Полный привод. 660 лошадиных сил. 16-я коробка ZF. Энерговооруженность выше всяких похвал. Так, один момент. Да, легкие груза таскать вообще по красоте. И груза, которые в обычных габаритах, прям, ну, вообще, одно удовольствие, да? А то только и смотри, что кого-нибудь ты посшибаешь, то знаки, то машину какую-нибудь заденешь. Чего-нибудь да произойдет. Так, до обеда нам далековато. Далековато. Так, что, о, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Чего вы там, а чё, об чё, долбанулись-то? А, труба-то дебильная. Она, сука, не убирается, она с подножкой идет. Вообще, по красоте, да? Вот она, вот вообще, вот нахер бы не нужна была бы. О, по-моему, смотришь, задевает вообще. Ну, ладно, будем весьма аккуратно и осторожно. Вы же знаете, я, ну, сама аккуратность, сама осторожность. 346 километров. Ну, как так-то вот тут рассыпали-то все, а? Плохо груз закрепен был, закреплен был. Вот и прилетела тут. Сейчас поедем ту самую гору. Крутую-крутую гору. Крутую-крутую гору. О, движуха-то, а? Народ-то попер. Ох, ты ж меня пропускаешь. Да спасибо, дружище-то, а. Вот спасибо-то, а. Все, по красоте. Ну, конечно. Так, а что у нас? Ну, почему на... Не, по карте я все правильно еду, только получается, как будто я... Хе... Еду на восток. Солнце-то мне с утреца в лоба, что почему светит? Я, значит, еду на запад. Солнышко должно светить мне по затылку. А тут, на тебе. Раз, и светит вообще непонятно куда. Ну, что ж, поделаешь. Пусть уж светит, раз засветило. Что теперь делать-то? 660 лошади. Ну, прям по красоте будет. Ну, блин. Ну, и обгоны легче, конечно, будет совершать. Когда есть запас мощности. Ну, трассы без проблем. Чик-чик, обошел. Чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так, вот она. Вот она гора моей мечты. Ну, камаза в этом смысле геометрия угла въезда чуть получше. Такого безобразия не было, чтобы он мордой долбался от такие легонькие неровности. Ну, я даже заморачиваться особо не буду. Вообще, без проблем. Я уверен на 100%, что мы зайдем. Ну, зашибись. О, сука. Так. Все бы хорошо, да... Все бы хорошо, да ничего хорошего. Да, вот с этой геометрией... Так, надо где-то на сервис заехать и попробовать что-то с этой херней сделать. Да уж, берешь, если полноприводная шасси, но только машина на полном приводе должна априори быть выше, чем... Так, первая понижайка, блокировку... Турбина свистит... Вообще, матушку... Я даже специально... Да ну нахер, ты чё, блядь, ты сейчас хочешь сказать, что ты 15 тонн не сдюжишь? Ты мне это брось, ты чё... Мне чё, блядь, опять менять, что ли? А если бы я чё-то другое бы взял? А? А если бы я другую груз взял? Мама дорогая... А, я думаю, что... Так, 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 ну-ка давай до асфальта дошкребем. Я думаю, на асфальте... Я вижу, гривюшечка до асфальта сейчас доскребу. Я уверен сто процентов, что сейчас лучше пойдет машина. Давай, 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 пошел, пошел. Давай, вывози, ты чё? Э, манище ты... Пошел, родной, давай. Ты не издевайся так. Ну, мне кажется, вот это... Это пипец, это, наверное, самая круть-крутяцкая. То, что... То, что Серега делал. Это самый крутой, нахрен, подъем. Ну, КАМАЗ 6х6, который у меня был с этим грузом в 15-16, он бы легко поднялся даже. Ну... Что было, то было. Ну, идем, идем, да. Но вот здесь я могу... Вот этот момент я могу, наверное, застрять. Вот, потому что мне как бы навстречку надо выйти-то сейчас, сука. Куда ж ты? Твою мать, а. Ну, не ехали бы, а. Ага. Вот. Видишь, как мне сразу полегче стало? Чуть-чуть. Нормально. Хорошо. Все. 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 Задние колеса, когда вышли на асфальт, намного легче стало машине. Все-таки лучше. Ну. Как говорится, жить будет. Заехал таки. Да, на этом мане я бы точно бы... прошлый свой груз бы, камазовский, я бы здесь и не упер бы. Это даже к слепой не ходи. Так, ага. Вот надо тут на второй, наверное, по нижайке идти. Сейчас аккуратно, потиху. Скорость-то, блин, пешеходная. Я думаю, сейчас врежусь. Брюхом-то. Так. Какой-то ближайший сервис будет. Посмотрим, что. О, заебись. Брюхом-то. Вот других слов просто не найду. Тидейш, тидейш. Все. Вот я сейчас всю дорогу, вот. Какие неровности буду преодолевать. Я всегда буду биться мордой, блядь. Сука. У меня вот это будет сильно раздражать. Я всю дорогу сейчас буду ругаться. Всю дорогу сейчас будет ругань такая. Ох. Вторая понижайка. Что ты, сука, ты? А почему ты долбишься-то, а? А, вон бордый, блядь. Капец. Так. Чё, он не разгоняется, смотри. Вторая понижайка. Раздраженная. Ну, чуть-чуть, если только сейчас разгонится самая малость. А так можно даже особо не притормаживать. Легкий груз, машина сама тащит. Да, ну вот это морда сразу. Сейчас мне придется вот так вот, что называется, крадучись, ползком преодолевать. Так. Колесо-то неповоротное, что ли, необычное. Так, вот, поехали. Так, блокировку вырубаем. Вот такие, брат, дела. Едем, значит. Едем, едем. Кто хотел всю ровку, дождались. Ура! Несколько серий у меня отступлений было. Маленько отдохнул. И, так сказать, с новыми силами. Несколько дней отдохнул. По восточке покатал. И теперь с новыми силами валим по суровке. Ну, не этот ман. Ну, сделаю на нем один рейс. И поменяю. Если с мордой ничего сделать нельзя будет, значит, буду менять сто процентов. Ну, возьму другой какой-то тракус. Будет проблема. Что у меня там полноприводное. Что-нибудь найдется сейчас. Найдется. Что-нибудь да найдется. Большая мощность, это, конечно, хорошо. Но вот сейчас опять начну впереди идущий трафик упираться. Вот, пожалуйста. Уже уперся. Уже уперся. Красноярск впереди. Можно особо-то и не гнать вообще-то незачем. Как всегда, сохраняемся. Тем более с такой мордой, как у этого мана, можно легко очень серьезные повреждения получить на какой-нибудь ямочке, на какой-нибудь кочечке. и все. И демидж готов. Так, ага. Еще объезд какой-то там. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Да-да-да. Сейчас я мордой соберу. Боля-ха-муха. Все, сука, неровности. Сейчас соберемся неровности. Серега может таких объездов тут понаделать, блин. Шо, хоть стой, хоть падай, блин. Шо, хоть стой, хоть стой. Шо, хоть стой. Шо, хоть стой. Это да. Вот это я понимаю. Блядь, вот все, включай первую передачу и все. И пошел. Только так. на брат тышь какие-то дороги то их россия да коли одни дураки будут 1 1 беда будет ремонтировать другую беду да от из-за этого то ни хрена ничего хорошего то не уходит может быть когда-нибудь надеюсь что и дороги у нас будут одни из самых хороших пусть не самые хорошие но но все же нормально все постепенно постепенно по сути если так вот подумать толком то наша страна еще ведь и не развивалась вот так вот только-только пошло в развитии экономики промышленности вот когда ловко путин пришел так аккуратно владимир владимирович путин они не фамильярничая шонте сват братком что ли президент твоей страны друг мой так что будьте любезны и жириновский как-то сказал человек этой херней гид какой-то занимаемся вид парад давно уже блин государственный гимн взять боже царев они назначат президента императорами все встанет на свои места все будет отлично думаешь да так аккуратно и вот коллега спускается на ренохе ему тоже скорее всего нелегко но здесь то я думаю без блокировки наверно зайду но может быть и нет не хочет без блокировки заходить но маловато конечно осей 4 на 4 маловато надо все-таки 6 на 6 хороший мощный двигатель 6 на 6 и хорошая геометрия и тогда вот тускание 8 на 8 да вот и и берешь и все вот по всей суровке можно на ней ездить она зараза как бронетранспортер как вездеход она везде проходит подвеска конечно убаюкивающая ты даешь ты даешь удар на ударе слушая когда такая херня происходит вообще это раздражает очень сильно до обычный прицеп неповоротная оси имеет скорее всего какие-то прицепы которые я рассматривал критиковал да вот типа такого же скорее всего у него каких-то прицепов есть оси поворотные ох нифига тебе тут стащила то ты как так то ты тут вроде подъем это крутого нет вообще прицепчик то мозаевский да нифига он еще и колеса поломал так ё-моё ты брат вылетел ты даешь ты даешь вот только вторую включил передачу на хрен езжай на 1 столько техники дорожно-строительная да не могут разровнять грейдану тут вечно народ мается машины калашматит значит на ближайшем сервисе мы что-нибудь попытаемся сделать если получится так вот как раз никого нет и спокойненько мы выруливаем блокировку вырубаем все полетели так ну долго серию то растягивать я но долго не буду время уже порядочно запись идет хотя проехал то вообще хрен то ничего ну чтож надеюсь друзья эта серия вам зашла спасибо друзья что были со мной спасибо за просмотр тихо 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 оставляйте комментарии оценивайте это видео подписывайтесь на канал видите в колокол чтобы быть в курсе выхода следующих новых видео с вами была ли драйвер пока пока увидимся в следующей серии до новых волнующих